И о событии сегодняшнего дня. Накануне своего юбилея Клин получил еще один исторический объект, часовню в честь царя Николая II. И сегодня на месте будущей святыни осветили закладной камень. Дата 19 мая выбрана не случайно. Сегодня по православному календарю Николин день, день рождения последнего российского императора. Еще не фундамент, но начало строительства уже положено. Путевую часовню Николаю II возведут около трассы М-10 между двух столиц в городе, который звучит Чайковским, а теперь считается музыкальной столицей Подмосковья. Это самое достойное и подходящее место, считает заслуженная артистка России Ольга Кормухина, собственной певица и является главным инициатором проекта. Постройку часовни мне благословил мой духовник, старец Николай Гурьянов, еще в 2002 году при жизни. И дал мне икону царя Николая, которую я больше не видела нигде, такого лика. С этой иконы я однажды приехала в Клин, вот к Валентине знаменитой, у которой мироточат иконы. И эта икона очень сильно замироточила. И старец Николай сказал, что в Клину должна быть построена часовня в честь императора. Николай II царствовал во времена нарастающего революционного движения. На его правление пришлась русско-японская война, Первая мировая и две революции. В 1917 году Николай отрекся от престола, а год спустя временное правительство арестовывает семью Романовых. Царя с царицей и пятеро детей расстреливают без суда и следствия. А спустя 63 года Романовых причисляют к лику мучеников за границей. А уже после канонизируют в русской православной церкви. Сейчас семью Романовых почитают как царственные страстотерпцы. Они являлись основным препятствием к восстанию той смуты, которая и началась после их кончины. И мы их почитаем не как правителями, не как людьми, которые не совершали ошибок, но как мученики, пролившие кровь за Христа. Царскую семью расстреляли 17 июля. И теперь это дата сигнальная для строителей. 17 июля 2017 года часовню осветят. По проекту она будет одноэтажной, открытой. Внутри планируют сделать мозаичную икону царя-страстотерпца Николая II в ознаменовании столетия смутного времени. Это значимое событие для всех православных, поскольку действительно это наша история, это наша вина. Это память тех времен, которые никогда не пройдут бесследно. И сейчас мы фактически искупаем, наверное, своими делами тот грех, который был совершен в 17-м году. Царь-страстотерпец, святой, и царь он для нас единый. Всегда был и будет, и будет оставаться. И в наших сердцах, и в нашей русской любви к нему. Строительство часовни благословил владыка ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский. А финансируется проект и срез благотворителей. Возводить часовню Николаю II начнут уже в начале июня.